Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем чтение книги Иисуса Новина. И мы будем читать сегодня девятую главу этой книги. А тема этой главы – «Палестинские цари собираются воевать с Израилем». «Услышав сие, все цари аморейские, которые за Иорданом на горе и на равнине и по всему берегу Великого моря, и которые близ Ливана, Хетеи, Амореи, Гергесеи, Хананеи, Ферезеи, Иевеи и Ефусеи собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем». Мы уже знаем с вами, что семь народов Ханаана символизируют семь смертных грехов. И мы с вами знаем, что святые отцы, аскеты советуют человеку бороться сначала с самым главным своим грехом, а потом со всеми остальными, потому что трудно бороться сразу со всеми грехами. Но что мы здесь видим? Одержана победа. Например, вы одолели главный грех, главную дурную склонность, курение, алкоголизм, наркоманию. Что произойдет потом? Все остальные грехи смертные набросятся на вас, потому что дьявол приходит в ужас, когда верующий человек справляется с помощью Божией со своими пороками. И вот они все собрались единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Почему здесь как бы Иисус Навин отделен от Израиля? Потому что он представляет собою самостоятельную силу, такую автономную силу от всего народа, потому что Бог напрямую общается с ним, он пророк. И по своему значению он как бы равен целому народу. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Ерихоном и Гаем, употребили хитрость. Что это за хитрость? Пошли, запаслися хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на слов своих, и ветхие изорванные заплатанные мехи вина, и обувь на ногах их была ветхая, с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой, заплесневелый и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский, в Галгал, и сказали ему и всем израильтянам, из весьма дальней земли пришли мы, и так заключить с нами союз. То есть они оделись так, как будто они шли долго-долго-долго, хотя на самом деле их город был рядом прямо с этим станом, где находился Иисус с израильтянами. И они говорят, заключи с нами союз, мол, мы не из земли обетованы, мы издалека пришли. Израильтяне же сказали Евеям, может быть, вы живете близ нас, а как нам заключить с вами союз? То есть они так напряглись. Иисус же сказал им, кто вы, откуда пришли? Они сказали ему, из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего. Они знают два имени Господа – это имя Яхвы и имя Лагим. И имя Яхвы, которое означает «милосердие», они ставят первым, говоря об именах Божьих. То есть уповают на «милосердие» и самих израильтян. «Ибо мы слышали славу Его», то есть Господа Бога, и все, что сделал Он в Египте, и все, что Он сделал двум царям Амарейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есифонскому Йогу, царю Вассанскому, который жил в Астарофе и Идрее, слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли, сказали нам, возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им, и скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз». Этот хлеб наш из домов наших мы взяли тёплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и взорвались, и эта одежда наша, и обувь наша обвешала от весьма дальней дороги. И вот сейчас евреи, и Иисус Навин, они допустят ошибку. Ведь в такой ситуации, когда они не уверены, а они сомнения проявляют евреи по поводу этих оборванцев, надо было вопросить Господа, но этого не сделали. Израильтяне взяли и хлеб, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия о том, что Он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. Смотрите, вот как Писание нас учит не злословить начальников. Израильтяне взяли и хлеб, а Господа не вопросили. А вот про Иисуса Навина не сказано, что Он Господа не вопросил. А Он точно не вопросил. Таким образом, Писание учит нас, может быть, даже умалчивать, если религиозный лидер что-то делает не так. А ошибка, прежде всего, Иисуса Навина. Он, как лидер своего народа, и религиозный, и военный, и политический, отвечал за все. Итак, заключен договор. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их, живут близ них, то есть рядом. Ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. А города же их были Гаваон, Кафира, Бояров, Икириав и Арим. Иисус и сыны Израилевы не побили их, потому что все начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возраптало на начальников, потому что народ готов был повоевать, потому что они ощутили уже вкус победы. Все начальники сказали всему обществу, мы клялись им Господом Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними. Оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которой мы клялись им. И сказали им начальники, пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. То есть жизнь их сохраняют, но теперь они будут платить вот некую как бы контрибуцию вот этими действиями – рубить дрова и носить воду. И сделало все общество так, как сказали им начальники. Иисус призвал их и сказал, для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас. За это прокляты вы, без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего. А это честь – черпать воду для дома Бога моего. А почему им оказана честь? Потому что они знают имена Бога. Они назвали два имени Бога. А это не просто так. Они в ответ Иисусу сказали, дошли до сведения рабов твоих, что Господь Бог, опять называют два имени, «Твой повелел Моисею рабу своему дать вам всю землю и погубить нас и всех жителей всей земли пред лицом вашим. Посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей, как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи». То есть они смиряются прежде всего перед Богом, который за грехи сгонял хананьян с этой земли. И Господь позже и ранее Он объяснял евреям, что хананьяне сгоняются с земли не потому, что вы праведнее их, а потому, что они грешнее вас. А если вы будете грешить, и вас сгонят с вашей земли. И поступил с ними так, избавил их от руки сынов Израилевых, то есть запретил их казнить, и они не умертвили их. И определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для всего общества и для жертвенника Господня. Вот это честь для них. «Посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия». То есть прежде всего для жертвенника Божия, уточняет текст Септуагинты. «Даже до сего дня на месте, какое не избрал бы Господь». То есть в разных коленах они выполняли такие функции. И мы сегодня прочитали с вами девятую главу книги Иисуса Навина. «Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать десятую главу этой книги». Подписывайтесь на библейский портал «Акзагет», чтобы вовремя получать информацию о беседах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!